Сотрудники полиции задержали 55-летнего безработного хабаровчанина, который похитил уличный электросамокат. Заявленный ущерб составил 100 тысяч рублей. Мужчина совершил кражу около трех часов ночи. Он пришел в парковую зону на улице Тихоокеанской и укатил добычу к себе домой. Фигурант не планировал продавать его, а собирался использовать для личных целей. Горожанин не учел высокотехнологичности гаджета, оборудованного сим-картой и датчиком геолокации. Такая связка обеспечивает отслеживание местонахождения с точностью до трех метров. Кроме того, оператор имеет возможность дистанционно включить на самокате звуковую и световую сигнализацию на случай, если украденный гаджет спрятан, например, в гараже. Владелец фирмы Кикшеринга сообщил о преступлении в полицию и снабдил оперативников геоданными о нынешней локации самоката. Подъездная видеокамера зафиксировала, как подозреваемый тащит 20-килограммовый гаджет к себе домой и грузит его в лифт. На устройстве мигает датчик. Изучив записи с камер видеонаблюдения, участковый, уполномоченный 8-го городского отдела полиции по подозрению в совершении противоправного деяния задержал 55-летнего жителя Краснофлотского района. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за незаконное изготовление оружия и за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Со слов задержанного, похищенный электросамокат он планировал переделать и использовать для поездок по городу. Когда полицейские обнаружили самокат, в нем уже не было аккумулятора. Вор объяснил, что обесточил гаджет, считая это достаточной мерой для отключения датчиков шпионов. Батарея не была ему нужна в принципе. Хабаровчанин собирался ездить на нем, как на обычном, лишенном электротяги самокате. Полицейские информируют, что такие хищения бессмысленны. Устройства отслеживаются, блокируются дистанционно, в скупках их не принимают. За кражу фигуронту грозит до пяти лет колонии. С места происшествия Анастасия Аманина и Андрей Ауферов.